Дальний Восток 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 Уже в разделанном И я приготовил Чтобы вы оценили Вкус этой уникальной рыбы В чем она уникальность? В том, что эта рыба Если кто-то знает макрурус Кто-то работал с ним или уже практиковался В своем ресторане или где-то Этот макрурус достали С глубины 2000 метров Просто Очень глубоководная рыба Словом, у нас сейчас технологии позволяют Достать на Дальнем Востоке И вот мы привезли У нее структура мяса намного плотнее Чем у предыдущего макруруса Который был И я приготовил в принципе наши пирожки С капустой И с этой рыбой С филе Она готовится из дрожжевого Обыкновенного теста Которое уходит обычная лука Дрожжи, соль и вода Обычно замешивается Это все дело Растаивается Лепятся пирожки Любой формы Я их люблю по-корейски С стежками Ну, видите форму Вот И готовится она около часу на пару Опять же Я уже подстраховался Потому что у нас очень мало времени Всего полчаса Они у меня уже полуготовые Вот они сейчас на пару доходить В каком виде они у меня находятся Если Пирожкам покажет Они там просто Вот так вот они Сейчас на пару у нас доготовятся Я вам прямо в этой параварке презентую Вот И что касается именно скоблянки Скоблянка готовится из кукумария Также можно готовить из трепанка Но трепан, как правило, настолько только начинает разводиться Он был у нас в Красной книге и закрещен Но мы привезли вам скоблянку Именно из кукумария И также из рыбы макрурус У нас великое множество Готовить скоблянку Именно во Владивостоке Ее кто как готовит Готовить кто-то с томатной пастой Готовить с какими-то там уже французскими соусами Затушивают ее Жарят Томят Я готовлю очень просто Готовлю так, как ее готовили, наверное, изначально Закладывается все До бедра, наверное, надо Закладывается все в сыром виде И томится В течение часа На медленном огне Чтобы кукумария была у нас мягкая В состав я беру, значит, с продуктов Репчатый лук, морковь Помидоры в собственном соку В смысле, без шкурки Закладываю это все дело Кукумарио Макрурус Также можно готовить любым мясом Но я использую рыбу Слоями все заложили Зелень и томим Томим дает большой сок Воду не доливает никогда Вот, кстати, посмотрите, сколько Ну, уже получилось воды Такое вот блюдо Я позволю сказать Я сейчас расскажу, что я делаю дальше То есть я положил слой натертого картофеля Также Следующий слой Это измельченный лук Приправленный уксусом И ошпаренный Кипятком И теперь Следующий слой У меня будет Морковь Также немного майонеза Будет домашнего И отправляю запекать Скоблянку Ни в коем случае не перемешивать Как томится Так томится При подаче Когда вы будете подавать Тогда она у вас перемешается Потому что можно изломать Там будет каша Вот, поэтому Я думал Как подать ее На презентации Я подавал ее Хлебушке Запекал Как-то все Но Когда мы закупали Эти продукты Ну, основные продукты Основные, конечно, привезли А вот дополнительные Я вот увидел Красивые тыковки Которые лежат На рынке У нас таких, к сожалению, нет У нас все тыквы Родом из Китая В основном В основном, да И вот такие вот выращивают Большие И такие вкусные Поэтому мы стараемся, конечно Брать в местных фермерах Это настолько Две разные вещи Вот, китайская тыква И фермерская Ну, такую тыковку Это просто Две разные вещи Ну, вот, значит Вырезал из нее Серцевину Сейчас хочу ее на пару Немножечко притомить Чтобы она была помягче И подам Попробую в ней Думаю, что уже в рамках Русской кухни Региональный наш продукт И подадим в тыковки Пироги наши почти готовы Я думаю, что до конца Они будут Дойдут у нас как надо Обязательно мы хотели Предоставить Напиток На нас будет Три напитка Мы выбрали Долго думая С Петром Что вам везти сюда Какую Какой напиток Мы думали Какие-то ремонады Сделать изначально Потом все это переделали И решили просто Привезти нам Наши вина Вина Из ягоды Кишмыша Той же самой Актинидии И из ягоды Лимонника Это нашего местного Лимонника Который растет У нас в тайге Это ягода Такая красная Лиана Обрастает Большие деревья И можно найти Только в тайге Это ягода Она очень полезная Кстати Кстати У лимонника Помимо ягод Используется И сам стебель А стебель Я использовал Именно вот Как раз таки В чай Будет чай Сразу скажу Сам ходил в тайгу И прискал Тут лимонник молодой Вот привез Вот у меня образец Остался чуть-чуть Да Вот этот калешок Он засох Был свежий И сейчас это засох Вот здесь Покажу Так я зафаршировал Сверы свекольные Также для оформления Я буду использовать Филе серни Это тоже подкопченное филе Теперь мне останется Только слегка запечь Вот эти сферы И также Видите Вроде шарики Сферы я сделал Из тех продуктов Которые я использую Для приготовления Также отъехал От Владивостока Недалекий там город До 600 километров Который находится В тайге И нарвал там Местный Листья Смородины Тальневосточные Взял Нарвал Немногое там Мелисы Мы сейчас Это все дело Запарим И попробуйте Обязательно Сам стебель Лимонника Я уже проварил Так что На медленном огне Проварил Его где-то Ну может быть Дну 20 Он мне в чайнике Уже готов Просто осталось Добавить только Вот зеленую Я думаю Что ему понравится Хотел бы еще добавить С чем я буду Подавать Сельдь в шубе То есть я приготовил Свекольное пюре То есть это Запеченная свекла Очищенная Потом И пробитая Витамиксом Такой блендер Очень большой мощности Который позволяет Приготовить Такую текстуру Очень барханную Нежную И слегка Потер его через сито Чтобы избежать Попадания Комочков И в принципе Вот это пюре Как основа Такая Для соуса У меня Останется Слегка его Разогреть Довести Такими В принципе И в следующем Этапом Я Добавлю Холодную Сметану Которая Разогреется В этом соусе И Получится Совершенно Такой Интересный Цвет В нашем Соусе То есть Видно Что Этот соус Очень такой Однородный Слегка Вообще Я считаю Что такой Уникальный Продок Я Люблю Использовать Слегку Блюда Добавлю Немножку Еще в чай Немного Липы Шома Понятно Подогреем И Кипяток Более Хорош Петр Готовит Демонстрации Для сервировки Блюда Я наловил Ракушек На самом деле Я взял В музей Благо Согласились На это Вы знали Что я еду В Москву С удовольствием Дали Ракушки Эти фанаты Чтобы Можно было Как-то Подать Интересный То есть Этот редактор На самом деле Маленький Экземпляр Они существуют Гораздо Больше Когда В 2006 Я впервые Приехал В Москву На пир Я участвовал В номинации Банкетное Рыбное Блюдо Для дегустации И вот Для подачи Моего блюда Я готовил После Спавдуса Игребежка Это были Такие Маленькие Жемчужины Из Блюса То есть Для подачи Я использовал Как раз Редактор Правда Она была В разов 10 Больше Чем мы Представьте Вот такая Раковина Она весила 25 кг Я взял В Владивостокском Океанариуме Эту ракушку И Директор Прибезно Согласился Предоставить Ее Для подачи Для презентации Такая интересная История Произошла Как мы Перевозили Эту ракушку То есть У меня был Перевес Большой Потому что Мы помимо Этого выступления Мы Целой командой Ехали И у нас Была команда Еще Выступление Много разных Ингредиентов С собой Вытащили И у нас Большой перевес На что Мы во Владивостоке Нам сказали Ребята Езжайте Мы в аэропорту Ничего страшного Не платите За перевес Главное Победите Представьте Владивосток Чтобы Душевно Так Отнеслись К нам Мы поехали В общем Выступили Обратно В московском Аэропорту Нас так Душевно Не встретили Ничего Не знаю Ваше выступление Нам не интересно Платите деньги Евро Вот так Мы были на самом деле Жита Без денег Всем Не было спонсоров Тогда Выступали В принципе На своих Ровные Единственное Дальневосточная Федерация Иллюстраторов И ательеров Помогла нас Виктор Иван Сергеевич Организовал нас На благо И С тем пор Спасибо ему Ну на самом деле Блюдо Оказалось Удачным И я занял В принципе Третье место В бронзе Такая история Я сейчас Разогрею Свекольное пюре Свекольное пюре Также здесь Находится Немного Сахара И немного Длинного Лучше Самое С удовольствием Будем Честно Я вот рассказал Как мы Какая у нас была Дегустация Мы поехали Вот в это хозяйство Где производится Наш местный Фермер Который У него возникла Такая идея Выпускать Такой местный Дальний Восточный У него в принципе И остается Эта идея Он пытается Это сделать Именно как Дальневосточную Приморскую Средо Кренадея Даже на этикетке У него Силовой Несень Находится Приморский Край Там у него Красиво Если будете В Владивостоке Обязательно Съездите Там очень Красиво У него На самом Ферме Выращивает И там Виноград И там Плюс Он собирает Последить Дайге И К нему Приехать Продегустировать Посмотреть Как оно Готовится Очень Интересно Чем еще Интересно Этот напиток Что В нем В принципе Нет консервантов То есть Если в обычном Вине Если вы покупаете В магазине Топуют Консерванты Которые Позволяют Долго хранить Здесь нет Ну Вы Это почувствуете Попробовать Потому что Вкус Совершенно Другой И вот Кстати Говоря На этой Дегустации Впервые Я дегустировал Предположим Не внутрь А Пробовал И Около 15 Видов Вид Мы попробовали Так Попробуем Сейчас Светла В шубе Запекается Остается 4 минуты Я сейчас Добавлю Сметану Пироги Тоже готовы Пусти Что касается Вот этих Пинц Которые Я приготовил Пирожков На пару Они В таком виде Не подаются Нужно Сделать Какое-то Дополнение И какую-то Начинку Я сделал Начинку Просто Обычную Морковь Замариновал Соль Соль Сахар Изначально Я ее Просто Натер На терке Тонкой Замариновал Так На 3 часа Чтобы из нее Вышел сок Сок Весь слил Морковка Стала мягкая Сочная Сладкая На подсолнечном масле Не рафинированном Масле С ароматом Обжарил Репчатылу Добавил Кориандр Можно добавить Красный перец Какой-нибудь Чили Может И не из тем Я уже не стал Чересчур Острить Сделал Более классический Такой вариант Этим маслом Залил Эту морковку Горячим Слуком И добавил Немного чеснока И уксуса Все Я думаю Что К этому Пирогам Будет Подходить Этот салат Моего Вовнутрь Подходим Еще один Ингредиент Который Буду Использовать Для сервировки Это Свекольное Желе Я приготовил Заранее На основе Свекольного Сока Немного Соли Сахара И немного Винового Усса Из того Желатина Соли 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 Желе Буха Имеет Такой интересный Вкус Кисло-сладкий Яркий Ну и естественно Цвет Который Будет Шикарно Смотреться На тарелке Какой-то Праздник Получается У меня Например Желе Ассоциация С каким-то Детством С праздником Как я пришел В кулинарию Было еще В далеком Детстве Я смотрел Как мама Готовила Блюда Какие-то На кухне Это были Изделия Из Песочного Теста Готовил Какие-то Печенья Я ей Помогал Брал Тесто Сворачивал Такие Колобки Пока Она не Видела Я вставлял В спички Такие Глазки Делал Ротик Незаметно Подкладывал На противень Она запекала То есть Ожидал Пока Загорятся Спички Это Вот Такой Мой Первый Кулинарный Обыд Хотел Подобавить У меня Мама Также Работала Долго Время Поваром И Все Детство Еще И Я Провел На кухне Где-то Крутился Там Смотрел Что Мама Готовит Где-то Ей Помогал И Уже Где-то В 14 Лет Я Уже Полноценно Одевался Поварскую Форму И Дегол Где-то Она Работала В детской больнице Где-то 300 Детей Большой Объем Всегда Нужна Была Где-то Найдется Помощь Для меня Малыша Ну Уже К 14 Лет Уже 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 Был Выбор Профессии Я Пошел Учиться В училище Мореходное Повар Бекаринцу Сейчас Делаем Сервировку Порошки Почти Готовы Все Готово Снова Разрезаем Внутренность Вот Видно Нет Показать Как Я Не вижу Куда Видел Камер А Отсюда Вот Как бы Делаем Натрез До Начинки И Немного Вкладываем Туда Морковки То есть Сок морковки Который Пропитался Сейчас Войдет Туда Вовнутрь Этого Пирожка Начинку Сделал Тоже Просто Взял Капусту Нашинковал Ее Мелко Соломкой Добавил Туда Сахар Соль Дал Выстояться И Ровно В ночь В вечер И сделал Сок Вышел Капуста Мягкая Капуста Промариновалась Макрурус Нарезал Мелким Мелким Кубиком Также Можно Использовать Любой Фарш Мясной Рыб Там Смешанный Фарш Куриный Фарш Все Значит Это Дело Посолим Потом Добавил По вкусу Специи Кориандр Добавляете Туда И Начинаете Лепить Пирожки Все Вроде Просто Но К сожалению Долго Готовится Час Она Готовится На пару Растаивается Тесто Долго Поэтому Чтобы Приготовить Нужно Заранее Это все Сделать Думаю Что Любая Мантоварка Подойдет Я Честно Не практиковал В российских Мантоварках У нас Как бы Другие Немного У нас Есть Электроматы А в домашних Условиях Есть Такие Специальные Корейские Скажем Так Пароварки Которые Очень удобно Готовить Или Широкие Такие Все Пироги Готовы Только На крови Пироги Готовы Можно Нести Бабушке Зовите Красную Шапочку Тарелку Можно Убразить Миксом Я Украшу Сверху Рисиками Тоже Был Анголь Тоже Есть Различные Фрезы В Кричинальной Стадии Я Натру Желток На мелкой Терке Сверху Присыплю Готовы 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 Все Скоблянку Подаем Все Только Теперь Перемешиваю Только Сейчас Перемешиваю При подаче В ракушке У нас Получилось Как будто бы Жемчужины Разного Цвета Залью Макару Снастаиваются Видите Какой Цвет Получился Моя Привыка Готовна Здесь Говорит Подача Продолжение следует... Продолжение следует...